Здравствуйте, друзья! Нож Украинский нож Skiff Модель 731 Очень мне нравится этот брутал Внешне Я к нему придраться не смог По качеству Встали Эргономики, в принципе, меня все устраивает Вот хотел бы посмотреть Что же у него такое внутри Давайте глянем Интересно Знаете, это как сейчас В современных ремонтах Все красиво, ковырнешь А там кошмар Так вот Чтобы такого не было, посмотрим Что же у нас здесь Видим, что никакого намека Ни на какой фиксатор резьбы нет Так, второй Видите, что То же самое Так, я там с кадра не выпадаю У меня говорит, если что Осевой Так, с этой стороны крутится С этой стороны не крутится Супер Так Три винта всего Да Что-то у нас дальше И чего это Все не хочет разбираться Ага Вот, сняли плашку Тут внутри Что-то такое маслянистое Смотрите Обработано в принципе Смотрите, хорошо Даже без принципа Хорошо обработано Все Ровненько Гладенько Так Давай, не боись Разбирайся А Так Смотрим Ну, не считая того Что это уже Грязь Из моих карманов Здесь все ровненько Никаких заусенчиков Нигде Нет Пальцами провожу Все достаточно Хорошо Так Высверлено Под шарик Так Вот Говорю Желтого металла Да Похоже на бронзу Шайба А с этой стороны Шайба Фторопластовая Так Не понимаю Зачем Вот здесь Вот этот Высверлено Или здесь Ничего подобного Нет Ну, ладно Так В принципе Смотрите По большому счету Здесь только Грязь Из моих карманов Ворс Все Вторая Шайбочка Фторопластовая Я, наверное, никогда Этой логикой не пойму Почему Ставят Одна фторопластовая Вторая Бронзовая Втулка В которую Упирается Клинок При раскрытии Видите Эти втулочки Эти две Смотрите Да, сделаны Это не просто Какие-то Кузки трубы А видите Даже им какая-то Форма придана То есть Очень даже Неплохо Каких-то следов Ржавчины Нет Повторюсь еще раз Так вот Грязь из кармана Сейчас поставлю На паузу Все это дело Почищу И будет нормально Вот этот пропил Смотрите То есть Лайнер Достаточно большой Наверное Пропил Чтобы Легче было Манипулировать Осталось Четыре миллиметра Металла Да Не сантиметр Нож правда Брутальный Чем мне и нравится Но при всей Своей брутальности Видите Собран Очень хорошо Смотрите Смотрите На клиночек Только пальцами Проводишь Нигде Никаких Вот Каких-то Таких Неприятных Ощущений Нет То есть Все достаточно И хорошо Обработано Посмотрите Вот на лайнер Вот сюда Посмотрите То есть Все сделано Тщательно Ну что Сейчас быстренько Протрую его тряпочкой И будем собирать Ну что Все протер Собираем Повторюсь Еще раз Как бы Никаких Интересных Инженерных Решений В этом Ножае Не применено Но вы знаете Они и не нужны То есть Когда все Сделано хорошо Четко отработано Зачем Изобретать велосипед Видите Для того Чтобы втулка Не крутилась Самое простое Оригинальное решение То есть Не та фаска А здесь вот Лайнеры То же самое То есть Вставлено Заклинято Все Никаких Лишних Телодвижений Никаких Там Усложняющих Себестоимость Операций Все просто Все понятно Все знакомо То есть Вот В принципе Нож Наполовину Собран Поставили Есть на что Тут Втулку Воткнуть Все Втулку Воткнул Здесь все Встало На свои места Я считаю Что нож Должен быть В принципе Не только Надежным Да Вот что Нож надежен Не можно Перелезать Строгать Делать все что хочешь Нож еще так же Должен быть Легок В сборке Разборки Доставлять Доставлять Этим процессом Хозяину Удовольствие Потому что Если кто-то смотрел Помнит Как я тут Недавно Разбирал Санренму Когда вроде И ножичек Хороший Да И Рез Вкусный И все остальное В принципе Мне понравилось Но Когда там Использовалось Четыре вида Винтов Для сборки Этого Ножа Никакого Удовольствия От процесса Не получил я Так Садим на фиксатор Синий Выставляем Ну Примерно Вот так Вы же понимаете Что Когда лезвие Такое Не маленькое И там Затягивай Не затягивай Под своим весом Все равно Выстрелит Ну что Минус Нашел я какой-то минус А какой-то Минус нашел Ну Вы же знаете Не могу я Без минусов Потому что Даже если бы Для себя Я бы нашел Только плюсы Ну все-таки Это ж Хочешь не хочешь Обзор Надо найти минус А Вспомнил Минус тут только один Минус следующий Все три Винта Были посажены Просто так Без применения Какого-либо фиксатора Если бы сюда добавить Капельку фиксатора Минусов бы не было Так Обязательно сказал Теперь говорю Не обязательно А с другой стороны Сколько времени Этот нож У меня на кармане был Так Если присмотреться К лезвию Видно что Лезвие все-таки Уже не первой свежести Значит что-то я им делал Даже ни на секунду У меня не возникло Никакой проблемы С этими винтами Я даже не подозревал Что они не на фиксаторе Потому что Как вот стоял клинок Так и стоял клинок Нигде ничего Не разболталось Все работало хорошо А что мне нравится Втулка Закрутил до конца В трубку все вошло Клинок как был по центру Так и остался То есть Крутить с двух сторон Ничего не надо В общем вот такой вот 731 Скиф Честно говорю Была бы возможность Я бы себе еще какой-нибудь Скиф приобрел Потому что Вот это Мне реально понравилось Всем спасибо за внимание До свидания